Главная елка республики своей огни зажгла 1 декабря. Общая протяженность ярких гирлянд в Чебоксарах превышает 20 километров. Новые оттенки празднику придают более 48 тысяч цветных ламп. Что еще интересного ждет горожан в ближайший месяц, обсуждали в администрации города. Ограничения, связанные с коронавирусом, будут действовать и в этом году. Массовые мероприятия проводиться не будут. Праздничные настроения будут поддерживать яркие интерактивные зоны в парках, скверах и на площадях. Дорогу в сказочный город на Арбате открыла новая световая арка, а на Красной площади приземлится летучий корабль и появятся четырехметровые светящиеся деревья. В парке Амазония готовится к сертификации 130-метровая горка. Обновится иллюминация на транспортных кольцах. В новом свете предстанут перед чебоксарцами и деревья УДК «Салют» и в Дубовой роще. Металлические ели с неоновой подсветкой установят на проспекте 9-й пятилетки, в Урнарском шоссе и на улице Гладкова. Ждут своего часа и спортивные объекты. Как только позволит погода, в городе намерен открыть пять катков для массового катания, почти 40 хоккейных коробок, а также проложить лыжные трассы. 55 в школах, 13 на территориях микрорайонов. Напомнили и об особой ответственности для тех, кто предпочитает более простой вид зимних развлечений. Попрошу взять на контроль те места, где у нас стихино организуются катания на тюмингах и ватрушках. Из года в год мы получаем в начале сезона травмы и взрослого населения, и детей получается. Были у нас неприятные примеры, когда чуть не на стройке катались в районе монумента матери в прошлом году. Сегодня у нас залив находится на реконструкции, который залива, чтобы данные факты исключить, получается, исключить травматизм в целом граждан. Эти места надо взять на контроль, чуть не установить аншлаги. В Русском драматическом театре не протолкнуться. Благодаря проекту «Пушкинская карта» театр ежедневно показывает спектакли школьникам и студентам. Порой даже по несколько раз. Вчера, например, на сцене играли женитьбу Гоголя. Артисты и директор театра рассказывают, настолько мощного эффекта от федерального проекта они, конечно, не ожидали. Хоть играть для молодежи сложнее, ребята порой отвлекаются, громко разговаривают, зависают в телефонах во время спектакля. Но отдача от них того стоит. Молодая публика реагирует более восторженно. Почему же русская драма так полюбилась школьникам и студентам? В региональном Минкульте отмечают несколько причин. Это, безусловно, репертуар самого театра. Ведь не секрет, что на сцене русского драматического театра можно увидеть произведения русских классиков. Очень многое то, что связано с школьной программой с русской классикой делает интересным для школьников и для студентов именно постановкой русского драматического театра. Но хочется отметить, конечно, и такую очень активную позицию администрации самого театра, директора театра. Они сами доходят до школ, до учебных заведений, они работают с педагогами, они работают с учениками и рассказывают о том, что интересного есть на сцене этого театра. И вот такая обратная связь, она дает эффект. Женить Бугоголя в этот вечер в театре смотрел и Максим Павлов. У девятиклассника 24-й Чебоксарской школы было два радостных повода находиться в зале. Во-первых, интересная постановка. Во-вторых, он и есть тот самый десятитысячный зритель по пушкинской карте. Я сидел на уроке, вот после урока мне в WhatsApp написали сообщение, что я десятитысячный человек. Это неописуемое чувство, и я в шоке, честно скажу. Приятно шокировать Максима решили и те, кто отвечает за воплощение федерального проекта в регионе. Они завалили мальчика подарками. Максим, я поздравляю, удачи выбрала вас. От Министерства культуры я хочу Максиму подарить вот эту книгу-альбом. Здесь собрано лучшие произведения искусства, которые хранятся в Чувашском государственном художественном музее. Русского драматического театра. Мне бы хотелось вручить полный комплект нашей фирменной одежды, брендированной. Вот эту бейсболку, там лежит еще футболочка, ветровка, которая совершенно не продувается. И Пауэрбанк, чтобы ты всегда был на связи. Больше полумиллиарда рублей в этом году в Чебоксарах направлено на создание городской инфраструктуры по федеральной программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря этому в столице завершается строительство новых объектов. В микрорайоне «Олимп» фактически готова к эксплуатации двухполосная дорога. Осталось лишь установить ограждения, обустроить съезды и освещение. В Новом городе строительство четырехполосной автомагистрали протяженностью чуть более километра завершено на 95%. Здесь появилась современная трасса с ливневой канализацией и насосной станцией, остановки для общественного транспорта, тротуарами, а также велопешеходной дорожкой. Сумма контракта составила чуть больше 300 миллионов рублей. Заметные обновления и в микрорайоне «Радужный». Здесь строят двухполосную автодорогу длиной 800 метров. Сейчас ведутся работы по обустройству наружного освещения и подпорных стен. Последнее необходимо, так как на местности есть большие перепады. Работы выполнены на 40%. По программе «Стимул» застройщики также обязаны возвести в этом году 82 тысячи квадратных метров жилья. Пока в строй введены 62 тысячи. По словам заместителя главы столичной администрации Ивана Кучерявого, одобрены планы и на следующий год. Положительное заключение экспертизы получили проекты по строительству сетей водоснабжения в микрорайоне «Акварель», ливневые канализации в микрорайонах «Олимп» и «Радужный», а также на строительство дороги с пешеходным тротуаром по улице Зои Яковлевой. На эти объекты планируют направить 246 миллионов рублей. Это своему представителю попечительского совета Чувашский институт культуры должен сказать спасибо за тесную связь с Якутским колледжем. Дело в том, что Дмитрий Алексеев, участвуя в экспедиции по аэродромам Алсип, что на Крайнем Севере, встречался с разными народами. Богатая культура края вечной мерзлоты настолько вдохновила Дмитрия, что он, не задумываясь, отправился к директору местного колледжа с предложением дружить регионами. «Ребята молодцы, сразу идею подхватили, как и наша сторона тоже, и их сторона. И вот была у них возможность приехать, и они сейчас здесь». Погружать гостей в самобытность Чувашского края в Институте культуры решили через национальные танцы. Тем более у студентов местного вуза с репертуаром и его исполнением проблем нет. Дальше друзьям с севера показали костюмы, расшитые витиеватыми узорами. А педагоги вуза провели для них мастер-классы. После такой обширной программы студенты-преподаватели Якутского колледжа вдруг увидели много общего между двумя культурами. «Действительно очень интересно и очень много общего у нас. И как в языке, так и в мировоззрении, так и по части этнографии». Не познакомить Чувашей со своими обычаями и традициями гости просто не могли. На сцене Института культуры они поставили спектакль на якутском языке по произведению тувинского писателя Алексея Оржака «Вернись, мой друг, вернись». Творческий интерес двух республик друг к другу решили закрепить на бумаге. Руководство Чувашского института и Якутского колледжа подписали договор о сотрудничестве. По нему учебные заведения решили в будущем обмениваться своими выпускниками. «Я думаю, что выпускники колледжа будут обязательно к нам приезжать. Они уже посетили наши мастер-классы, они познакомились с нашими педагогами, с заведующими кафедрами. И я думаю, что это будет прекрасное сотрудничество». Культурная связь Чуваши и Якутия будет и дальше крепнуть. В планах организовать совместные конференции, круглые столы и онлайн-встречи. В шести чебоксарских школах 30 ноября эвакуировали учащихся и сотрудников. Как сообщалось на официальном сайте Минобразования Республики, решение было принято на основании сообщений поступивших правоохранительные органы. Администрации школ оперативно вызвали службы быстрого реагирования, детей и педагогов эвакуировали в ближайшие учреждения. Сотрудники Росгвардии и полиции обследовали учебные заведения. В ходе проверки подозрительных предметов, угрожающих жизни и здоровью, обнаружено не было. После чего ученики вернулись в школы. Азбука детства полностью оправдывает свое название. Здесь все от А до Я для юных воспитанников. Детский сад соответствует всем современным требованиям. Есть музыкальные и спортивные залы, кабинеты психолога и логопеда, лего-студия, агролаборатория, можно заниматься и робототехникой. Открыта гончарная мастерская, где дети могут создавать настоящие произведения искусства. Самым притягательным оказался детский блогерский медиа-центр. Здесь малышей учат вести прямые эфиры, создавать видео и пластилиновые мультики, а также записывать в студии новые музыкальные хиты. Воспитанники садика уже оценили современный центр и поделились впечатлениями. Мне больше всего понравилась школа в логопедах. Там можно мультики делать с пластилином. И можно записывать разные звуки. В салфе техники мы делаем животные, и мы подключаем их, и они едут. Для поддержания здоровья имеется соляная шахта, для физического развития две физкультурные площадки и бассейн, где будут учиться плавать малыши от трех месяцев. В новом трехэтажном здании есть пассажирский лифт. Детский сад рассчитан на 250 мест для 12 групп. Дети смогут познакомиться с различными профессиями. Даже, например, с такими, как блогер, журналист. В нашем первом корпусе успешно функционирует детская школа журналистики. И я думаю, и здесь мы реализуем это. А вот мультстудия у нас здесь впервые. И это здорово, когда ребята, начиная с самых азов, с написания сценария, сами готовят целый мультик и потом видят продукты своего труда. К открытию садика подошли основательно. Дети и воспитатели подготовили концерт, в который вошли и сцены, посвященные строительству сурского и казанского оборонительных рубежей. Как отметила депутат Госдумы Алла Салаева, даже в оформлении коридоров использован национальный колорит, что позволит с раннего детства изучать культуру родного края. Что важно в этом детском саду? С самого начала очень продуманное оформление. И вот тематика нашей республики, наших основных символов, она сделана еще и на высоте глаз детей. И сколько раз ребенок будет прокатить мимо, столько раз он будет для себя фиксировать. Совершенно для нас важные, понятные такие ценности, сколько районов нашей республики. Как эти районы называются, какие главные достопримечательности. Это вроде бы так легко, но на самом деле это очень продумано. На территории 12 игровых площадок строительство детского сада велось в рамках национального проекта «Демография». Дошкольные учреждения начали возводить в прошлом году. На эти цели было направлено около 250 миллионов рублей. Темно и сумрачно. Вот так сейчас выглядит пешеходный мост на заливе. Когда-то его освещала почти 9-километровая гирлянда. Сейчас эту функцию выполняют лишь эти одинокие фонари. Страшновато еще, скользко. Ходить-то скользко и темно. При этом гирлянда на месте только от чего-то ее не зажигают в недумение горожане. Они не припомнят, когда лампочки от одного конца моста до другого горели ярким светом. Например, наверное, его так по праздникам, наверное, включают. На самом деле я давно заметил, что мост не горит. Я здесь частый посетитель. Кто приезжает, спрашивает, например, у меня приехал племянник и говорит, а дайте-ка по вашему мосту. А он не работает на смост этот. К слову, световой туннель снискал себе славу 6 лет назад. Именно тогда на пешеходном мосту, ведущем к матери-покровительнице, появилась необычная иллюминация. Его тут же нарекли самым длинным световым туннелем в России. А по количеству лампочек, а их более 70 тысяч, мост в Чебоксарах превзошел не только дворцовый в Санкт-Петербурге, но и бруклинский, что в Нью-Йорке. Но, видимо, как снискал славу, так же быстро про местные достопримечательности забудут, если власти, наконец, не решат проблему. Ужасно, ужасно. Тут одна гирлянда вообще чуть ли не на пол упала. Ну, конечно, некрасиво. Хочется, чтобы было празднично. В крайний раз празднично-атмосферно на мосту было в августе. Таким образом, жители решили порадовать на День города. С тех пор иллюминацию на мосту больше не включали. Как пояснили чиновники, и тут в график работы умудрилась вмешаться пандемия. В выходные дни мы перестали выключать. То есть, пешеходный мост включается в праздничные только дни по распоряжению администрации. Жители пусть не переживают. В новогодние праздники мы встретимся с иллюминацией. И мост будет также радовать горожан и гостей столицы. Сейчас работники горсвета обновляют светильники. После ревизии выяснилось, что порядка двух километров гирлянды пришли в негодность. Во многих местах нарушена изоляция, да и погодные условия делают свое дело. Поэтому ежегодно на ремонт светового туннеля закладывают деньги. В этом году ее ремонт обойдется в 300 тысяч рублей. В столичной администрации нас заверили, в ближайшее время на сайте мэрии появится подробный график, когда же по мосту можно будет прогуляться при зажженных свечах. Световой туннель оброс легендами. Говорят, если пройтись по нему и загадать свое самое заветное желание, то оно непременно сбудется. Я думаю, что горожане будут только за, как говорится, всеми руками и ногами. Чтобы на этой достопримечательности вновь зажглись огни. 600 человек на место. Такой отбор прошел Алексей Федотов, став победителем всероссийского конкурса «Твой ход». Парк науки и искусств в федеральной территории «Сириус» на три дня превратился в университет будущего, в котором 8 факультетов. Безопасности, особых возможностей науки, устойчивого развития, путешествий, психологического здоровья и карьеры. Алексей Федотов для участия выбрал последний и предложил свое видение, как учебные заведения могут помочь студентам выстроить верную траекторию карьерного роста. В основе его проекта «Умная система», которая автоматически собирает данные о посещении учащимися различных учебных, развлекательных, соревновательных мероприятий вуза. И использует эти данные для того, чтобы помочь ему найти работу мечты или продвинуться по карьерной лестнице. Я консультировался с нашим преподавателем, Тагузовым Сергеем Александровичем, после чего у меня сформировалось видение современной проблемы. И я уже понимал, что необходимо студентам, чтобы их карьерный путь был наиболее полным, содержательным и конкурентоспособным по сравнению с другими. Нужно учитывать его индивидуальные интересы. И этот вопрос мы тоже учли и считаем это своим главным вообще достижением. Таким образом, студент неожиданно для себя может выявить, что та техническая специальность, которую он выбрал, ему не подходит, поскольку ему гораздо интереснее проявлять себя в написании текстов или ораторском искусстве. Следовательно, и работу надо искать уже в другой сфере. Что же касается реализации проекта, по мнению Алексея Федотова, разработанную им систему в вузах можно внедрить уже сегодня. Впрочем, все 6 тысяч проектов, которые придумали участники конкурса, в перспективе могут стать частью университета будущего. Поэтому жюри в большей степени оценивало умение студентов работать в команде, справляться со стрессом и налаживать связи. Иногда это было непросто, ведь команды складывались из совершенно разных людей со всех уголков страны. Я, к примеру, для себя очень много почерпнул тех методов, тех знаний, которыми обладали другие ребята. Совершенно неожиданные подходы к решению задач, которые я даже не мог вообще представить о том, что так можно делать. Не нужно решать проблему только после того, как она уже произошла. Мы поняли, что нужно именно заранее предотвратить появление проблемы. Денежную награду 1 миллион рублей победители по правилам конкурса могут направить на запуск стартапа, улучшение жилищных условий или обучение. Алексей Федотов решил вложить эти деньги в свое образование. Миллион нам дает практически возможность поступить в любую магистратуру нашей страны. Поэтому я бы хотел воспользоваться таким уникальным шансом. Еще 5% от миллиона победитель вправе потратить на маленькую мечту. Студент Чебоксарского политеха подумывает, купить на эти деньги планшет или ноутбук полегче. Больная спина после трех дней активного хождения по лекциям и мастер-классам в рамках всероссийского конкурса дала понять Алексею, что его компьютер слишком тяжел. Кроме того, всех победителей ждет большое путешествие по уникальным местам России на Урал, Камчатку, Сахалин, Кольский полуостров или Северный Кавказ. Куда именно отправятся, ребята выберут сами.